Жила-была мама-свинка и трое её поросят. Три брата, одинакового роста, кругленькие, розовые, с одинаковыми весёлыми хвостиками. Всё лето поросята ковыркались в зелёной траве, грелись на солнышке, нежели в лужах. Но вот наступила осень. Однажды мама сказала, что пора бы им подумать о зиме. Она попросила их построить большой дом. Младший брат сказал, что до зимы ещё далеко. Средний брат сказал, что когда нужно будет, он сам построит себе дом. А старший брат решил построить дом сам. Младшие и средние братья только и делали, что играли в свои поросячьи игры. С каждым днём становилось всё холоднее и холоднее. Младший брат решил построить дом из соломы. Средний брат подумал, что в соломенном доме зимой будет очень холодно. Он решил построить дом из веток и прутьев. Уже к вечеру их дома были готовы. Они были очень горды собой и не могли нарадоваться своими постройками. Теперь они были свободны и могли делать всё, что вздумается. Они решили пойти к старшему брату и посмотреть, какой дом он себе выстроил. Старший брат был занят постройкой. Он натаскал камней, намесил глины и не спеша строил себе надёжный, прочный дом. Младшие братья застали своего старшего брата за работу. Они очень удивились тому, какую крепость он строит. Старший брат спокойно продолжал работать. Младшие и средние братья начали подшучивать и смеяться над его домом. Они так развеселились, что их виск и хрюканье разнеслись далеко по лужайке. Старший брат попросил быть тише, потому что их может услышать волк. Младшего и среднего братьев это ещё больше развеселило. Они решили, что старший брат просто трос. И два храбрых братца пошли гулять. По дороге они пели и плясали, а когда вошли в лес, то так расшумелись, что разбудили волка, который спал под сосной. Недовольный и голодный волк пошёл к тому месту, откуда доносились виск и хрюканье двух голубых поросят. Братья весело шли и говорили о том, как легко они расправятся с волком. И вдруг они увидели настоящего живого волка. Он стоял за большим деревом. У него были очень злые глаза и огромная зубастая пасть. Братья настолько сильно испугались, что их тонкие хвостики мелко-мелко задрожали. Волк приготовился к прыжку. Он щёлкнул зубами и моргнул правым глазом. Поросята вдруг опомнились и, визжа на весь лес, бросились убегать. Поднимая тучи пыли, они неслись каждый к своему дому. Младший брат добежал до своей соломенной хижины и захлопнул дверь перед самым носом волка. Волк рычал и требовал открыть дверь. Младший брат от испуга не мог промолвить ни слова. Тогда волк начал дуть. Лёгкая крыша вмиг слетела с соломенного дома. Волк вздохнул ещё глубже и дунул во второй раз. Соломенный дом разлетелся в бок сестру. Волк обрадовался, щёлкнул зубами и накинулся на младшего брата. Но поросяна к ловку увернулся и бросился бежать. Он побежал к дому среднего брата. Братья успели запереться и испуганно поглядели друг на друга. Волк разозлился и принялся дуть. Дом немного покосился. Волк дунул второй, потом третий, потом четвёртый раз. Но дом всё ещё стоял. Волк вздохнул ещё глубже и дунул пятый раз. Дом зашатался и разлетелся. Одна только дверь некоторое время стояла посреди развала. В ужасе поросята бросились бежать к дому старшего брата. Волк побежал за ними. Он был уверен, что на этот раз поросята от него не убегли. Поросята быстро промчались мимо большой яблони, даже не задев её. А волк не успел свернуть и налетел на яблоню, которая осыпала его яблоками. Одно твёрдое яблоко ударило ему между глаз. Большая шишка вскочила у волка на лбу. В это время младшие и средние братья успели забежать в дом к старшему брату и закрыли дверь на засов. Волк прибежал к двери, зарычал и потребовал открыть дверь. Младшие братья были очень напуганы и не смогли сказать ни слова в ответ. А старший брат знал, что ему и братьям нечего бояться в прочном каменном доме. Тогда волк втянул в себя побольше воздуха и дунул, как только мог. Насколько бы он ни дул, ни один камень не сдвинулся с места. И тут он поднял голову и заметил большую широкую трубу на крыше. Он осторожно влез на крышу и стал спускаться по трубе. Поросятам слышали шорох. Старший брат сразу догадался, в чём дело. Он быстро бросился к котлу, в котором кипела вода, и сорвал с него крышку. Волк слез по трубе и упал прямо к котёнку. Глаза его вылезли на лоб с диким рёвом. Ошпаренный волк вылетел из трубы и бросился в лес. А три маленьких поросёнка смотрели ему вслед и радовались, что они так ловко проучили злого разбора. С тех пор братья и их мама стали жить вместе под одной крышей. Обречённый судьбой вести беспокойную жизнь, Лемюль Гулливер снова отправился в путешествие на корабле «Адвенчир» через два месяца после возвращения домой. Но как только судно миновало Мадагаскарский пролив, его настиг шторм. Сильные порывы ветра отнесли корабль к неизвестной земле. Когда матросы увидели сушу, они решили осмотреть её и набрать пресной воды. Гулливер спустился на берег вместе с матросами, и экипаж разошёлся по острову. Не найдя воды, Гулливер решил вернуться к берегу. Но как только он подошёл к океану, то увидел, что матросы бросили его. Они на всех парусах уплывали от огромного великана, который гнался за ними. Испуганный Гулливер помчался вглубь острова. Он добежал до ячменного поля с огромными колосами и понял, что очутился в стране великанов. Гулливер сел отдохнуть. Но не успел он перевести дух, как заметил огромную ногу, которая вот-вот на него наступит. Гулливер стал кричать так громко, как только мог. И великан заметил его. Он поднял Гулливера рукой, пристально рассмотрел и отнёс человечка хозяину-фермеру. Фермер попытался заговорить с Гулливером, но его голос был настолько громким, что оглушил маленького человечка. Тогда хозяин принёс Гулливера домой. В доме семья фермера готовилась к обеду. Человечка усадили на столе, где лежали гигантские куски говядины и хлеба. Но не успел Гулливер отломить себе хлеба, как сын фермера схватил его вверх ногами и начал трясти. Он принял Гулливера за игрушку и попытался засунуть в рот. Тогда отец громко пригрозил сыну и попросил обращаться с человечком позаботливее. Позже девятилетняя дочь фермера сделала для Гулливера постель, сшила для него одежду и даже обучила языку великанов. Девочка дала Гулливеру имя Грильдрик, что означало «карлик». Он же называл её нянюшкой. Гулливер вызывал большой интерес у других великанов, поэтому фермер начал показывать его на ярмарках за деньги. Но частые выступления подорвали здоровье Гулливера. Тогда фермер с радостью продал человечка королеве. Так Гулливер переехал во дворец и стал любимцем королевской семьи. Однако придворный карлик, которого перестали считать самым маленьким человеком в королевстве, не взлюбил Гулливера и всячески портил ему жизнь. Однажды, когда Гулливер прогуливался по саду, карлик начал трусить яблони. И Гулливеру пришлось спасаться от падающих гигантских яблок. А в другой раз проворный карлик столкнул Гулливера в огромный кувшин со сливками. И только вовремя вошедшая кухарка спасла человечка от неминуемой гибели. Но не только из-за карлика с Гулливером случались неприятности. Так одним утром во время завтрака его схватила обезьяна-повара. Словно детеныша, она стала укачивать Гулливера, а затем утащила на крышу. Великаны помчались спасать человечка. И как только они забрались на крышу, обезьяна отшвырнула Гулливера. К счастью, он успел зацепиться за черепицу и его благополучно спасли. В целом, жизнь Гулливера в королевстве была счастливой. Он часто сопровождал королеву в поездках. Для него даже сделали специальный дорожный сундучок. И вот как-то раз в очередной такой поездке слуга вынес ящик с Гулливером к морю, чтобы человечек насладился свежим воздухом. Но тут над головой Гулливера стала мелькать тень. Пролетавший мимо морской орел заметил в ящике добычу. Он схватил клювом кольцо на крышке сундука и понес Гулливера над океаном. В какой-то момент птица выпустила ящик, и пленник оказался в открытом море. Гулливеру едва удалось приоткрыть верхний люк, он начал кричать и махать платком. Наконец его заметили с корабля и помогли выбраться. Так после всех приключений Гулливер снова вернулся в Англию. Он долго не мог привыкнуть к предметам и людям нормальных размеров. А жена Гулливера, испугавшись, что тот сошел с ума, строго запретила мужу думать о путешествиях. Редактор субтитров А.Семкин